10 июля 2023 год. Вот мы вышли после завтрака. Каждый занят своими работами. Кто-то колит, кто-то таскает, кто-то пилит. Работают. Тут два брата занимались фундаментом, доделают работу своей травой накрыли, чтобы фундамент не лопался. Корытие замешивали. Это мы набрали старого балежника. Вот тут сестра у нас Анаид, проходит обучение. Получается, что не надо ни шелуху, ни сильнее. Вот это убирает. Началась без шелухи, а вот так надо. И мы тоже не надо ее, а я ее мою. У каждого свое есть. И жабры не надо убирать. И жабры не надо убирать. Нет, жабры остаются в голове. Сказал, не надо. Нет, я говорю, они в голове остаются. Но я все убираю. Я сейчас показал. Выбрасывай оборону. Даша, я не знаю, какая еще одна. Я сейчас показал. Выбрасывай оборону. Даша, я не знаю, какая еще одна. Вот так. И гальяны могут быть здесь. И хорошие. Вот так вот. Сейчас пойдем дальше. Посмотрим. Гальяны. Иначе на сегодня в привезке подкастывает. Для того, чтобы пилить не забыло. А также сегодня у нас приехали новые. Там два брата и сестра. Ну и еще плюс это ребенок один. Отправили их собирать ягоды. Потому что до обеда они не работают. Согласно нашему правилу. Но при желании, если они выспали с дорогой, могут, конечно, и работать. Но это при желании. Но также могут еще и отдыхать. То есть отдохнуть, лечь. То есть до обеда. Вот они там ходят. Здесь у нас растет клубника. Это по косу считается. Потом траву здесь косят. Сейчас уже идут во всю кость от других местах. Кумники в этом году, слава богу, много. Хорошо. Но, конечно, она не везде работает. Она даже растет. Сейчас вот посмотрим. Кузнечики вон трещат. Серички эти. Вот ручки вон какие красивые. Это тут вот. Крем как-то сюда попал. Растет. Ну как? Вкусные, невкусные? Прекрасные. Прекрасные, да? Ну слава богу. Мишка хорошая, да? Вкусненькая. Максим, не баловаться. Отошли друг от друга. У нас все аллилуйя. Ехать много. Как ты в поездке ехал в пользу? Что у тебя там? Ой, все слава богу. Ну правда, такой дискомфорт, что на второй полке и как бы это, ну плохо читать, глаза очень сильно вставали. А так все хорошо разговаривали. Значит, женщина ехала с этого, ой, как же называется, какая-то остановка перед, вот, перед вот этой остановкой, перед вашей. Корчено? Два часа ночи она сошла. Два часа ночи разговаривали с ней. Она говорит, вот читай Библию. Ну то есть по слову Божьему разговаривали. У нас был такой разговор. Она говорит, вот читаю Библию и не понимаю. Я говорю, у нас есть толкование, говорю, в Библии. Трехтомник, говорю. Надь Чиханыч, говорю. Значит, это самое, ну, создали, говорю. Вот, выпустили, все есть, ну как бы это, даст Бог, говорю, в продаже. Вот. Потом, значит, Иван подошел, он говорит, но оно как бы не совсем толкование, это и надо, Библия. И так вроде все как бы это. Только в редких там случаях. Ну, на самом деле, я вот как бы читала, да, что это толкование, оно же не по всей, не по Ветхому и не по Новому Завету, оно же только отдельные там, то есть избранные есть. Ну, Матфея, вот так вот это. Все истолковано, сестра. Все истолковано. Да, да, да. И она говорит, что она Бога тоже как бы верит, значит, молитвы читает. Но, но что-то вот все равно. Не хватает чего-то ей. Да, чего-то не хватает мне до внимания. Дала ей эти, которые ты мне высылал. Визитки? Визитки. Дала ей. Несколько штучек напротив. Бабушка сидела тоже с этого Сомска. Ей тоже дала. Вот. Ей 70 тоже с чем-то лет. Ну, то есть, немножко, ну, о Боге поговорили даже. Не то, что немножко, а на протяжении всей поездки вот были такие моменты, вроде немножко что-то ожизненное такое. Потом раз, сразу у нас как-то эта тема, раз и влилась что это. Я говорю, это так Богу угодно говорю. Да, Господь чудно устроил. Я говорю, слава Богу за все. Аллилуйя. Потому что, и вообще то, что мы здесь, это только вот это Господь так расположил, и что мы здесь вот. Я очень сильно молилась и просила Господа, чтобы Он усмотрел. Если суждено мне приехать, значит, я приеду. А если нет, то значит, нет. Ну, видишь, Бог усмотрел и как-то мне вот прям так несказочно, наверное, повезло, что ли, я не знаю, что отказались. Не сказано, но Господь все сделал. Господь, да, так собой валил, что билеты оказались пораньше, чтобы мне все-таки хотя бы немножко что-то повторить там. По общению. Самое главное для меня общение. Да. Даже если меня и не покрестят Вова, значит, я должна просто укрепнуть в этой вере еще сильнее. Так я же раньше с Урала тоже приезжал, тоже для укрепления. Да. Да, все время приезжал. Два года, а потом уже только крещение принял. Как Господь усмотрит, как будет Ему угодно. Аминь. На все Бога воля Нашему. Да. Спасибо Христосу. Слава Христоу Тебе. Спасибо Христосу. Ну, Лука, рассказывай, что ты там набрал-то. Показывай вернее. Ну, Лука. Да. Ты хоть одну кружку-то насобирал, или еще только собираешь? Я уже всю кружку набрал первую. Уже вывалил его, да? Да. Молодец. А Максим уже третью. Максим третью? Да. Ну, вот видишь, он, значит, шустрее собирает. Ну, еще будешь, кажется, стремиться, желание будет. Будешь быстрее собирать тоже. Так, ну что, показывайте ваши... Как говорится, результаты... Это третья кружка. Третью уже, да? Третью собираю, да? Третью собираю. Третью собираю, да? Вторую, да? Ну, у тебя побольше кружка. По размеру. Я ему говорю, отдай этому. Вон там. Иван это? А? Да. Иоанн его зовут. Иоанн. Да, то есть если... Ну, он говорит молок, это не надо. Ну, волка хочет, пускай большие собирают. Запахи, конечно, камера не передает. А запахи, конечно, чудесно идут. Ну, что, брат Иоанн, что расскажи? Как твоя поездка прошла? Слава Богу, хорошо. С кем беседовалось? Пришлось, нет? Да. Беседовал с людьми, с попутчиком. Он из-за дороги хочет и до Омска. Да? Да. Кем беседы? Кем беседы? Какая у вас была? Ну, слушай, он из военных. Потом был начальником тюрьмы строгого режима колонии. Ой-ой-ой, серьезный парень. Сам такой... 60 лет, но он такой очень крупный и накачан. Угу. А я даже потом в вагон, когда зашел, сразу понял, какой-то военный или милиционер. Ну, по лицу видно. И точно оказалось. А ты что, рядом с ним оказался, что ли? Да, ну, он такой, как бы... Речь у него хорошая, матом не ругался. Напротив, прямо у него. А, напротив? Да. Вот. Взял контакты, материалы. А как он по вере? Ну, вот, считает себя православным. У него какие-то медальоны там, веково-православные. Ну, там, обычно... Ну, про Христа он так, не знает. Обычно с иконками, наверное, какие-то медальоны. Да, да, с иконками. Про жертву Иисуса Христа ничего не понял, не слышал. И... Ну, зато интересуется лишь. Как вот, темничный страх, помнишь, в деяде? Да, да, да. Ну, его там Господь поколебал. Хорошо. Ну, да. Какие-то у него были в жизни такие события, которые... Какие-то, знаешь... Побудили его к Богу, да, потянуться? Да, вот у этого мужчины. И он знает, что Бог есть, но... Ну, вот это состояние опасное, когда ты знаешь, что Бог есть, но не хочешь Ему служить. Это опасное состояние. Помнишь, в римлянам первая глава, да? То, что они... Бог им открыл... Ну... Что Он есть, да. Да. Но они Ему не служили, и предал их Бог своим похотям, превратному уму, да? Угу. Да, да. То есть это очень плохое состояние. Ну... Ну, если человек ищет, он найдет, конечно. Главное искать. Да. Ну, я ему рассказал, как у Игната Тихоновича... Он любит дисциплину, у него все строго. Но без военного маразма вот это вот. Когда круглые несем, квадратно катим... Он говорит, о, мне это еще больше нравится. Да... Да, дай Бог, чтобы Господь благословил. Я говорю, в Википедии посмотрите, вот Игнатия лапки наберите. Материалы о свете Библии все есть. Ну, главное молиться за него сейчас. Я обычно с людьми беседую, потом молюсь за них. Какое-то время. Правда, когда наплыв большой, с человеками встречаешься, потом забываешь, конечно, про него. Потом другой парень меня сам позвал. Ну... Как бы вид у него такой... Странный. Я ем сам. Начал мне объяснять... Начал мне объяснять, что сейчас вот последнее время вот-вот уже. Ну, я говорю, ну не наше время знать, временные сроки. Да, да. А потом так разговорились, и оказывается, что он где-то, наверное, какую-то книжку прочитал про последнее время. А все остальное Евангелие мимо как-то прошло. И я говорю, даже ну вот давай представим, ну вот да. Представим, что ты прав. И действительно, вот последнее время, вот что ты прав, да. А что тогда делать-то надо? А надо же усилить, как апостол Павел говорит, бегите на ресталище, да. А он что ответил? Усилить добродетели. И, ну, как бы, стараться жить по-христиански. Он, ну да, да, да. Потом смотрю, когда он уже уходил в Омске, смотрю курит. Ну, я подрастроился, думаю, что это просто были пустые слова. Вот так вот, брат. Это вон у нас отрасль. А это как, знаешь, это даже на внешнем виде отпечатывается. На лице, на... Да. Это все видно вообще сразу. Да, да, печать. Да, что такое. У нас вон этот, Лука, он приехал тоже с Юрием, сыном его. Такой говорит мне. А я, говорит, это, люблю работать. Я говорю, проверим, мы словам, говорю, не верим. На деле будем проверять. А сейчас утром еле поднял его. Уже построже с ним. Ну-ка, вставай, он лежит, главное, и спит. Да. Отец такой возле него крутится. Говорит, что ты... Поднял его, все, встряхнул, иди, говорю, все, завтрак, иди на работу. У нас, говорит, так не положено. Ну, чтобы над собой работал, говорю, дисциплинируй самого себя, говорю. Да, это важнее всего. Ну. Я вот хотел, чтобы Георгий еще приехал. Ну, сейчас, по летам у него там все в работах. Какой Георгий? Ну, Пахмутов. А, Георгий, ну да, да, да. Ну, он там, видишь, завязался на этой ферме сейчас. Ему сложнее будет вырваться сюда. Когда он сам по себе там у себя хозяйство вел, ну, легче было. Да, ну, надеюсь, мы с ним еще как-нибудь сюда приедем. Конечно, ему для духовной поддержки-то надо вместе собираться. Очень надо. Тогда я прям вспоминаю. С улыбкой вспоминаю. С улыбкой вспоминаю. Личное общение, оно никогда ничего не заменит. Не, это все, через интернет это все как бы суррогат. Ну да, да. Это только чтобы поддержать друг друга. Да, чтобы потом договориться, встречать. Да, да, да. Ой, ну, вообще, ну, люди сами, знаешь, как-то приходят, видишь, что внешний вид у тебя какой-то не такой спрашивают. Да, это свидетельство все. Многовестия открыто. Да, да. Это я знаю. Слава Богу. У людей сразу, да. Слава Христу. Ну, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.